В этом выпуске мы поговорим о такой проблеме, как трещины на коже. Они могут формироваться по различным причинам и случаться в различных местах. Для устранения очень важно знать, что стало провоцирующим фактором их появления, иначе всё лечение будет малоэффективным. Посмотрев это видео, вы узнаете о том, почему появляются трещины на коже, а также об их лечении и профилактике. Трещины кожи могут возникать по различным причинам. Это может быть сухость, воспалительные процессы, недостаток кровообращения и так далее. Как правило, они формируются там, где есть наибольшее натяжение, к примеру, уголки рта между пальцами в складках кожи. Если патология задевает дермальные и эпидермальные слои, то может возникнуть небольшое кровотечение, поэтому после заживления возможно рубцевание ткани. Причины и места поражения В большинстве случаев причинами возникновения трещин становятся дерматиты, которые появляются из-за воздействия химических раздражителей, например, кислот, солей, щелочей и других едких веществ. Как правило, это вызывает покраснение кожи и сушение наружного покрова, зуд, шелушение и мелкие трещины, которые чётко ограничены зоной поражения. Дерматиты также могут быть вызваны аллергией, различными видами экзем как острого, так и хронического течения, – псориазом, атопическим дерматитом, нейродерматитом и прочими проблемами схожего характера. Кроме этого, причинами, вызывающими появление трещин, могут быть. Недостаток витамина А. Он нужен для поддержания нормального состояния всех эпидермальных тканей, в том числе кожи и её производных. Как правило, при авитаминозе наблюдают ещё ряд симптомов. Это – огрубение кожи, ухудшение зрения, ломкость ногтей и волос. Трещины могут появляться на сосках, кормящих матерей. После завершения периода лактации, как правило, всё налаживается. Сильная сухость кожи – это ещё одна частая причина возникновения трещин. Кожа теряет упругость и эластичность, поэтому покровные ткани не выдерживают и трескаются. Трещины могут быть признаком того, что в организме что-то не так. Как правило, это проблемы с обменными процессами, авитаминоз, наличие инфекционных или бактериальных патологий. При лечении антибиотиками развиваются грибковые инвазии. Кандида может вызывать трещины в уголках рта, так называемые кандидозные заеды. Нередко образуются трещины на пятках. Причины в этом случае могут быть различные, например, натоптыши, сахарный диабет, нарушение работы органов пищеварения и т.д. У лежачих больных формируются опрелости и пролежни. У таких людей из-за неправильной и замедленной циркуляции крови страдает кожа и могут образовываться трещины. Они также формируются из-за усиленного напряжения на коже, например, на ступнях, локтях и руках. Как правило, это связано с видом постоянной занятости. А вы сталкивались с подобной проблемой? Напишите в комментариях под видео, потому что нам и нашим зрителям это будет весьма интересно. Заметка. Нельзя не упомянуть о системных нарушениях, которые могут отражаться на состоянии кожного покрова. Например, если рождается ребёнок, уже заражённый сифилисом. В этом случае будут трещины в местах образования складок кожи, которые очень трудно поддаются лечению и трудно заживают. После них остаются хорошо заметные шрамы. Лечение и профилактика. Очень важно установить причину возникновения трещин. Если это авитаминоз, то нужно позаботиться о достаточном поступлении витамина в организм, есть больше овощей, жирной рыбы, орехов, ягод и фруктов. В крайнем случае пропить курс витаминоминеральных комплексов. При обнаружении грибков назначаются антимикозные препараты. А если причина состоит в инфекционном поражении или наличии внутренних воспалительных процессов, то назначаются антибиотики и симптоматическое лечение. Если причина появления трещин в повышенном трении, то нужно позаботиться о его устранении. Зависимо от провоцирующих факторов применяются местные увлажняющие, питательные или смягчающие средства. Например, можно лечить трещины так. Если они на ногах или руках, то делайте тёплые ванночки с крахмалом. На 1 литр – 1 ложка, а после смазывать увлажняющим кремом. При сухой коже можно втирать в неё растительные масла с добавлением в них масла чайного дерева. Для этого в 100 мл масла нужно развести несколько капель эфирного масла, всё взболтать и использовать по назначению. Смазывать кожу масляной настойкой чистотела. Для этого свежую смельченную траву залейте в пропорции 1 к 1 оливковым маслом. Настаивайте месяц, после процедите. Мажьте трещины до заживления. Если трещина доставляет боль, то можно сделать компресс из картофеля. Варить его нужно в мундирах, потом сделать пюре и тёплым прикладывать к трещинам на час, потом кожу смазать кремом. Профилактика заключается в устранении провоцирующих факторов, правильном и сбалансированном питании, отказе от вредных привычек. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и поделиться этим видео с друзьями в социальных сетях.